Добрый день. Когда мы делали передачу про феномен эзотерики элит, я на самом деле не ожидал такого большого отклика. Поэтому, по сути, вот буквально по заявкам, то есть только к теме эзотерики, я бы, наверное, подошел немножко по-другому с точки зрения научной. Поэтому я представляю Вячеслава Михайловича Звонникова, профессора, доктора медицинских наук, руководителя лаборатории экспериментальной психофизиологии. Добрый день, Вячеслав Михайлович. Добрый день. Вот смотрите, я бы начал с цитаты одного моего знакомого, это профессора математики Малинецкий. Я просто смысл ее. Она сводится к следующему, что мы три сотни лет изучали рациональную сферу, все ее изучили. Совершенно ничего не представляем про эмоциональную, мало знакомой с интуитивной, а это как бы большое поле, как минимум он это предполагает прорывной областью. Вот что вы знаете, скажем, про интуитивную сферу, как руководитель вполне серьезного и вполне научного заведения? Ну, наверное, первое, о чем необходимо говорить, это то, что интуитивная сфера – это часть жизнедеятельности человека и часть, важнейшая часть его психики. Но я бы немного даже шире поставил этот вопрос. Речь идет не только о интуиции как таковой, а речь идет о подсознательной или бессознательной сфере. По-разному называют, но мне больше нравится подсознание, чем бессознание. Потому что здесь некий двойной смысл. Тем не менее, речь идет о том, что это большая область и многое наука сделала в плане понимания работы подсознание и взаимодействие его с сознанием. И оказалось, если раньше очень большие надежды исследователей были направлены именно на сознательную сферу, связанную прежде всего с волевыми процессами, преодолениями, движением вперед и так далее. Потом оказалось, что в этом движении вперед, адаптация к изменяющимся условиям среды, значительная роль лежит и на подсознательной сфере. Поэтому, по-видимому, если мы будем говорить о интуиции, то мы должны с вами вести разговор, что нам известно о подсознании человека, какую роль оно играет в его жизнедеятельности и вообще, что нам известно, а что не совсем известно в этой сфере. Ну, необходимо признать, что мы действительно, если брать сознательную сферу и брать подсознательную сферу, в плане подсознательной, знаем намного меньше, чем, собственно говоря, изучая сознательную сферу. Это связано прежде всего, что имеется целый ряд методических трудностей в плане исследования вообще психического и, в частности, подсознательной сферы. В повторяемости эксперимента? Дело не только в повторяемости эксперимента. Дело в том, что методов мало. Сути психического пока никто не открыл. И, собственно говоря, психика позиционируется целым рядом специалистов гуманитарной сферы как некая идеальная сфера, играющая важную роль в жизни человека. Но, тем не менее, теорию мы можем построить. Вопрос только, на какие факты мы будем опираться? Что у нас есть сфактология? Учитывая то, что я по своей сути и профессиональному интересу экспериментатор, и, собственно говоря, все мои исследования, они связаны именно с экспериментальными, иногда моделями определенными, методами, которые эту часть объективизируют. А можете рассказать весь наработанный опыт хотя бы в двух словах? Ну, наверное, надо так в историческом аспекте, потому что я, в общем-то, уже, как оказалось, не молодой человек. Все это быстро проходит. И опыт весьма значительный. И он касается, в общем-то, исследования людей, которые выполняют деятельность в экстремальных условиях. Почему именно эта категория людей? Ну, наверное, это было в тот период времени в большей степени интуитивный выбор в студенческие годы. Я военный медик, закончил военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте. Нас готовили как авиационных врачей, то есть врачей, которые как раз и работают с людьми большей частью своего времени, профессионального времени, пребывают именно в этих напряженных экстремальных условиях. Такова их деятельность. И несмотря на значительный прогресс в автоматизации этой деятельности, все равно она является одной из самых напряженных. Не менее напряженной является деятельность таких категорий, как космонавты, как водительская группа, здесь и машинисты электропроездов и других поездов, здесь и водители и так далее. И именно работая с этими категориями людей, мне очень часто приходилось, занимаясь разработкой методов поддержки этих людей. То есть, с одной стороны, обеспечивая высокую работоспособность и профессиональную надежность, а с другой стороны, занимаясь вопросами, связанными с восстановлением функционального состояния после вот таких избыточных стрессовых экстремальных нагрузок и так далее. И накапливая этот материал, все больше появлялось моментов, связанных именно с необходимостью заниматься подсознательной сферой, как в плане эффективной профессиональной работы, так и в плане сохранения здоровья. Был период времени, когда очень актуальной проблемой было такое состояние, которое присуще космонавта, оно связано с сенсорной депривацией, поэтому исследования касались длительных многосуточных экспериментов. Было неизвестно, как поведет себя человек в этих условиях, как будут работать основные регулирующие мозговые функции при этом. И все это проводилось в Институте авиационной и космической медицины, где я после службы в частях сначала поступил в адюнктуру, аспирантуру по гражданской спецификации, а потом занимал различные должности и стал начальником отдела, который как раз этими вопросами применительно к летному составу и занимался. Я хочу сказать, я еще в студенческие годы читал, если я не ошибаюсь, психолога Лурье, который готовил космические экипажи, там был довольно занятный феномен, они все проходят камеру, в барокамере, где нет связи с внешним миром, на третьи сутки галлюцинации начинаются у всех. Это называется сурдокамерой, где есть хорошая звукоизоляция, не только звукоизоляция, а изоляция вообще от любых внешних воздействий. Да-да-да, потому что они обязаны просто ее проходить. И специально люди готовятся, но проводились и специальные эксперименты, сколько человек может выдержать, а какова совместимость этих людей, когда он не один, а в составе экипажа. Там большая часть книги посвящена, что больше четырех человек не посвящают в космос, потому что они конфликтовать начинают, трудно подобрать. Поэтому, безусловно, это как бы было основным видом деятельности, но был и некий побочный эффект. А он как раз касался таких вопросов, что люди, находясь в изоляции, у них проявлялись некие не только видения как таковые, но некие видения, скажем так, имели определенный смысл в плане предвидения ситуации, в плане видения ситуации, которая происходит за стеной этого изолированного помещения. И постепенно, это 70-е годы прошлого века, мы в параллель, скажем, с основной нашей работой по разработке методов, которые поддерживали бы здоровье летчиков, космонавтов, занимались и вот этой проблематикой. И на уровне фактологии вначале накопили много фактов, которые вписывались в некую парадигму передачи информации дистантно от одного человека к другому человеку. Раз. И второе – это восприятие информации, ну, скажем, из окружающего пространства. Вот эти два таких больших факта, и они базировались на многих экспериментах, на многих наблюдениях, постепенно привели нас к мысли о том, что необходимо этой сферой заниматься. Более того, именно эта сфера, наверное, является основной в плане понимания, что же есть такое психическое. Может, даже и физическая суть психического. Я пока только допускаю данный факт, потому что кто-то, ну, а, собственно, конкретные люди и исследователи, допустим, говорят о том, что есть особая частица, лежащая в основе психического, называют эту частицу психоном, либо другими какими-то названиями, которые есть той материальной основой, которая позволяет работать и сознанию, и, прежде всего, в бессознательной сфере и обмениваться информацией между разными людьми. Больше ста лет назад у психологов, которые все соприкасались с этим обязательным порядком, у нас все слышали душ Шарко, немногие знают, что Шарко как раз занимался гипнозом и аристократию развлекал этим. Было понятие витализма, и там же появлялось такое понятие, как метаэфирная среда. Они как раз искали ту самую частицу, о которой вы говорите. Ну, на самом деле, в общем-то, основателем является такой известный человек, о котором написаны и художественные книги, это Антон Мессмер. Его почему-то считают основоположником именно гипнологии научной. Хотя гипнозом как таковым он не занимался. Он исследовал и считал, что существует некий животный магнетизм, и благодаря этому животному магнетизму или энергии люди общаются с неким информационным полем. Это было достаточно давно, но тем не менее, именно он первый, а не Алан Чумак, как известный экстрасенс, начал заряжать воду, и люди лечились. Были установлены специальные большие чаны. Мессмер сам передавал свой животный магнетизм, направленный на исцеление страждущих, и вот люди лечились благодаря этому. Потом Французская Академия Наук все это прикрыла. И хотя прошло достаточно много лет, многие исследователи, современные наши, собственно говоря, выражают точно такую же мысль. Причем нельзя сказать, что все эти исследователи относятся к, так скажем, несерьезным людям или, как сейчас любят говорить, лжеученым. Среди них есть достаточно люди, которые вошли вообще в историю науки. В частности, такой известный исследователь, как Вернадский, его учение о новой сфере, собственно говоря, говорит о том, что космическое взаимосвязано с человеком, а пространство – это не только некая субстанция, которая отражает или окружает человека. Она, собственно говоря, отражает и некую информацию о его существовании. У меня есть цитата от Вернадского, я думал, что я ей закончу. Но я попробую все-таки ее подвести. Ну, мы можем и… Я хочу вам сказать такой интересный момент, что вот согласитесь со мной, что Советский Союз – вполне наукоориентированное государство. Это никто не отрицает. И при этом в Советском Союзе, начиная с Института мозга, это Бехтерев, это Леонид Васильев, то есть они вот как бы один за другим, и вплоть до самого его распада к этой проблематике относились вполне серьезно. Никто ее не выталкивал из области научной. Достаточно посмотреть фильм «Семь шагов за горизонт» 60-х годов, если я не ошибаюсь, где, в общем-то, эту проблему пытаются хотя бы осмыслить. Да. Ну, в истории науки все бывает и развивается по спирали или волнообразно. Бывает некое возрастание интереса к проблеме, потом затухание, потом опять возрастание. Но всегда есть некий прирост, и редко так бывает, что проблема, которая много лет существует, она закрывается. Тем не менее, эта проблема весьма интересна, и в Советском Союзе, да и не только в Советском Союзе, а и у наших вероятных друзей в тех же Соединенных Штатах, эта проблема тоже вызывала и вызывает неподдельный интерес, и ею занимается достаточно серьезно. К сожалению, у нас были периоды времени, это довоенный период, когда это был бум, потом период 60-х годов, это и появление книги Васильева, которая, на мой взгляд, и сейчас актуальна, хотя она носит такой популярный характер, тем не менее, она достаточно строгая, интересная. И, собственно говоря, мой личный интерес к этой проблеме, он возник благодаря этой книжке. Поэтому я с удовольствием ее рекомендую молодым исследователям для вхождения в эту проблему. Конечно, сейчас на работу она очень много в этом плане, и действительно объективных данных, которые показывают, что необходимо этой проблемой интенсивнейшим образом заниматься. Но, как правило, она и тогда, и сейчас я имею в виду эту проблему, в большей степени вызывала интерес военной науки или науки закрыты. Наука же, она всегда военная. Ее же, как всегда говорят, война двигает науку. Возможно, это и неудивительно даже, что это сразу пытаются примениться. Да. Это неудивительно. Почему? Потому что, с одной стороны, человек на войне, это человек в экстремальной стрессовой ситуации. А если мы посмотрим историю, как проявляются эти явления, то они как раз проявляются у обычных людей, которые не называют себя экстрасенсами, но, как правило, связаны либо с психической травмой человека, либо экстремальной ситуацией, либо с сенсорной изоляцией. Поэтому вот эта фактология накопления фактов на эту тематику, оно показало, что именно вот эти факторы имеют особое значение и проявляются вот эти экстраординарные способности человека именно в этих ситуациях. вот объединив те эксперименты, которые были у нас связанные с изучением функционального состояния летчиков, космонавтов, моделирования вот этих сложных условий, у нас была прекрасная база в нашем закрытом тогда институте. И, собственно говоря, благодаря этой базе, а также благодаря тому, что в институте был особый отряд испытателей, то есть во всей этой работе все эти эксперименты проводились на испытателях и добровольцах, врачах, психологах, инженерах, которые работали в институте. Что удалось установить? В результате удалось установить, вернее, подойти только к тому, что это явление есть, оно существует, не удалось добиться повторяемости результатов в плане передачи информации, в плане изучения такого вопроса, как ясновидение или дальновидение, это по-разному называют. Но, тем не менее, какой-то материал был получен, и благодаря этому материалу и работам других исследователей, собственно говоря, была открыта вот эта тема «Феникс». Проект «Феникс»? Да, проект «Феникс». Это программа большая, правительственная. Она с какого года была? Она была с 90-го года. Вернее, задумки и начало проработки были в конце 80-х, это 89-й год, но активное такое начало – это с 90-х годов. Она длилась недолго, но она имела в своем составе целый ряд научно-исследовательских институтов, которые работали под гидой ВЧ-10-3. Руководил этой программой генерал-лейтенант Савин Алексей Юрьевич, и она объединяла очень много исследователей, которые занимались вопросами как технического моделирования, так и изучения, то, чем занимался я конкретно, человеческих возможностей или, как мы их называем, резервных возможностей психики и человека в целом. И когда мы начали уже целенаправленно заниматься этой программой, то первая задача, которую мы себе поставили – а в чем же заключаются вот эти резервы? Можно ли их объективизировать и определить? Почему у одного человека есть эти способности, а у другого нет? Ну и мы пришли к выводу, что это действительно способности. Их можно отнести к разряду музыкальных, математических. Они редко встречаются, но тем не менее встречаются. А в основе их, ну, лежит целый ряд моментов. Собственно говоря, это очень большое фундаментальное исследование. Оно включало три группы людей. Мы изучали группу людей, которые называли себя экстрасенсами. Там были целители, там были колдуны. Ну, вот все, кто говорил… Скажите, вы всех отбраковали или там что-то можно найти? Нет, там можно. Я сейчас вам дам статистику. Вторая группа – это были обычные люди, студенты, служащие, рабочие, которые не декларировали у себя ничего, они просто жили. И третья группа – это люди с психическими расстройствами. Прежде всего, шизофрении. Самый высокий процент способностей оказался в группе больных шизофрении. То есть, способностей для… Исследовалась одна способность – это экстрасенсорное восприятие, экстрасенсорное считывание информации. Только это исследовалось. Причем эта способность, по нашему мнению, является стержневой. Она отличается, конечно, допустим, от ясновидения. Но, тем не менее, и у первой экстрасенсорной, и у ясновидения есть определенные точки соприкосновения. И поэтому мы взялись за одну из этих способностей. При этом использовалось по шести направлениям масштабное тестирование каждого человека. Это очень большие массивы данных. А можно сказать все направления? Что конкретно исследовалось? Ну, я могу сказать, это исследовался уровень психических процессов. То есть, внимание, память, мышление – вот эта часть. Второе – это личностные характеристики человека с помощью, опять-таки, объективных психологических тестов. Третье направление – это исследование межполушарной активности и особенностей. Это функциональная асимметрия и межполушарная активность мозга. То есть, преобладание левого или правого полушария, соответственно, определенных особенностей. Оценивался уровень внушаемости человека. Почему? Потому что уже тогда мы понимали, что для достижения определенного состояния необходимо, вернее, эффекта, результата. Человек должен уметь регулировать свое состояние. Вот особенностью всех, так скажем, людей из первой группы экстрасенсов… Ну, или тех, кто себя ими называет. Да, да. Ну, кто декларирует, мы так называли, у себя такие способности. Было то, что многие из них не могли управлять даже в каких-то моментах своим собственным состоянием. Поэтому ни о какой, это потом мы несколько поняли, экстрасенсорной деятельности или деятельности в плане целителя, эти люди не могли, как бы, ну, ни с собой ничего не представляли. То есть, они не могли регулировать даже свое собственное состояние, тем более состояние какого-то другого человека. А какой процент отбраковали? Значит, мы никого не браковали, мы просто исследовали. Значит, получилось так. Среди тех, кто декларировал у себя наличие способностей, в этой группе около 5% было всего людей, которые способностями, не навыками, способностями обладали. Среди группы, которая была обычными людьми, так скажем, ничего у себя не декларировали. Это контрольная группа практически? Да, фактически, практически эта контрольная группа была обнаружена 3,7%. То есть, по разнице, в общем-то, между этими двумя группами не было. И у людей с психическими расстройствами были выражены способности к экстрасенсорному считыванию у 17% лиц. Это несколько нас озадачило, потому что мы уже были готовы развивать эти способности, были подготовлены специальные методы, которые и технологии, которые, по нашему мнению, после апробации мы могли использовать для спецконтингента. Это были военнослужащие, и с ними мы как бы работали. Но в этой связи особое внимание было и уделялось, чтобы не говорили иногда разные тут мнения, особенно в желтой прессе. Мы уделяли вопросам психогигиены и психопрофилактики. То есть, при отборе людей, которых мы готовили, мы этому вопросу и состоянию психики уделяли особое внимание. То есть, каждый из этих людей проходил определенное обследование. Поэтому с способностями нам не хотелось загонять этих людей. Раскачивать психику настолько, чтобы ее нельзя было восстановить. Да, ее нельзя было восстановить. Поэтому была разработана определенная система подготовки, в которой была теоретическая часть. Люди изучали основы физиологии и психологии. Фактически это был психологический калеч, где отслужившие солдаты обучались вот этим приемам, в том числе и приемам саморегуляции. В плане вхождения в особое состояние сознания, позволяющего более эффективно осуществлять вот эту экстраординарную деятельность. Ну, она была и в плане диагностики состояния других людей дистанционной, и в плане экстрасенсорной чувствительности. А что, например, за этим экстрасенсорная чувствительность? Ну, практическое применение я пытаюсь придумать. Ну, практическое применение, допустим, это диагностика состояния другого человека. Без рентгеновского аппарата и ультразвуковой диагностики других методов. Но это понятно. Здесь я даже могу основу подвести под это. А в боевых действиях, вот если это солдаты были, мне вот здесь интересно. Значит, в боевых действиях это поиск заданного объекта по карте, или по фотографии местности, или по снимку из космоса, определение тех или других элементов, которые просто так не расшифруешь и не получишь. А вот с помощью такой рэперной точки, или отправной точки, по которой строится весь анализ, тут как раз использовались карты разного вида и рода. Вот этих людей учили распознавать цели, шахты, установок и так далее. Вячеслав Михайлович, я же правильно понял, вы сказали еще тогда, что очень сложно добиться повторяемости. И это, собственно, видимо, именно по этой причине, это так и не попало в конкретно практическую деятельность. Нет, не только. Не только поэтому? Да, не только. Сейчас, собственно говоря, на демонстрационных моделях в плане дистантного взаимодействия мы добиваемся вероятности 80-85%. У шизофреников все-таки? Нет, у обычных людей. Обычных людей, которые подготовлены по нашей методике. Поэтому это очень высокий процент. И при этом психика у них не заваливается. Нет, психика при этом не страдает. Используются специальные мероприятия, поддерживающие эту психику. Но эти люди эффективно работают, особенно в тех ситуациях, очень часто так бывает, что информация нулевая. Или близкая к нулю. И вот если эти люди работают экстрасенсы в сочетании с объективными какими-то средствами контроля, ну, я утрирую, что нулевая, она чуть выше. Но когда объединяются усилия эти и те, то вероятность, конечно, возрастает. Кроме того, была разработана специальная техника, которую мы используем. Это работа группой по определенной схеме, которая позволяет как бы отсеивать лишний шум и добиваться вот такого высокого процента совпадения или считывания информации. Поэтому нам это удалось, мы эту технологию совершенствуем, развиваем. Ну, и сейчас в меньшей степени оранчеры использовали и для практических целей, не только для исследований, но и, собственно говоря, на практике при различного рода конфликтах, которые тогда были в Чечне и так далее. Я хотел вот еще о чем спросить. Если мы вернемся к Леониду Васильеву, там же есть довольно интересная вещь. Вы говорите, что это способность, заложенная в каждом человеке. И у него же в книге описан достаточно интересный феномен о том, что передача от индуктора к перципиенту. Я правильно в технологии использую? Потому что я это сейчас, думаю, не вспомнил корректно. Как правило, передаются не логически законченные смысловые какие-то фразы, еще что-то, а образы. И отсюда он ставит такой вопрос, что говорит, если это не вторая, а первая сигнальная система, получается, что на каком же этапе эволюции она у нас либо появилась, либо отключилась. Получается, что это было когда-то крайне давно. Ну, такая точка зрения есть. Конечно, мы истину так достаточно условно можем обозначить. Но все-таки, я считаю, что с развитием человека и прежде всего левополушарных механизмов регуляции, которые отвечают за речь, волю, логику, правополушарные механизмы, они как бы утратили актуальность для человека. Но это не значит, что они выключились навсегда. Собственно говоря, именно это лежит в основе способностей, о которых мы с вами ведем речь. Поэтому их можно поддерживать, их можно развивать, эти способности, в тех пределах, которые обеспечивают выживание, выживание в широком смысле этого слова, человека в изменяющемся мире. Опасность, я вот просто думаю, что это же связано все-таки, это очень непростая вещь. Это очень непростая вещь. И прежде всего непростая. И я, собственно говоря, когда говорил о разных группах и подчеркиваю, это только одна опасность. Есть еще целый ряд каких-то более тонких вещей, о которых я не буду сейчас говорить. Но она существует. И я предостерегаю тех людей, сейчас их очень много развелось, разных школ, которые раскрывают третий глаз, обучают тому и сему. Почему? Потому что тут должны работать действительно профессионалы, которые понимают, что есть такое психическое. Понимают, какие меры предосторожности при этом надо предпринимать. Ну и нельзя заниматься шапкозакидательством, как некоторые говорят, что мы все на пути революции. Мы снова станем правополушарными. Вот этого не будет никогда, потому что мы развиваемся в том направлении, которое задано нам Господа Богом. Вот. И никак иначе. Но тем не менее, тем не менее, для людей, где это есть профессиональная необходимость, я считаю, это надо делать. Почему? Потому что от того, насколько человек будет, так скажем, чувствовать, предвидеть, опережать, зависит его жизнь. Не просто эффективность профессиональной работы, а будет ли он жить или не будет. И это часто бывает. И у летчиков, и у спецназовцев, и в других категориях людей. Я вот как бы не являюсь летчиком, спецназовцем или еще кем-то. Хочу сказать, мне кажется, это нужно развивать еще и по той причине, что на самом деле за вот этим... Вот вы сейчас упомянули Господа Бога, да? Ведь, подходя к этому вопросу, невольно пойдет изменение мировоззрения настолько глубокое. То есть, я так думаю, что почему из этой области как бы научной вытолкали, что давайте вот это изучать не будем. Потому что человек, находясь в рамках рационального, гораздо более управляем, чем, если вдруг неожиданно выяснится, что поле его и все остальное, оно далеко не... Гораздо более сложное. Вот, наверное, здесь прочитаю сейчас Вернадскую и скажу, к чему я это говорю. Это как раз книга «Биосфера и ноосфера». Древние интуиции великих религиозных созданий человечества о тварях Земли, в частности о людях, как детях, Солнце, гораздо ближе к истине, чем думают те, которые видят в тварях Земли только эфемерные создания слепых и случайных изменений земного вещества земных сил. Твари Земли являются сложного космического процесса, необходимой закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы знаем, нет случайностей. И говорю, что занимаясь этим, мы невольно подойдем к таким серьезным и глубоким вопросам, что, в общем-то, мировоззрение человеческое, которое сейчас его подвели к рациональному строго, а я так понимаю, заодно и к управляемому строго сразу, оно поменяется кардинально. И здесь у меня такой вопрос. Мы с вами говорим о взаимодействии между людьми, но вы также упомянули в самом начале взаимодействие между человеком и средой. И вот это очень интересный вопрос. На самом деле, что же это за среда, если это все-таки не метаэфирная какая-то, что там может быть, что за единица? Ну, на самом деле, это самый интересный вопрос. Но мы вот в настоящее время подошли к нему, как это ни странно звучит, с экспериментальной точки зрения. Мы изучаем взаимодействие человека, уже не человека и человек, а изучаем взаимодействие человека и окружающего пространства, то есть фактически с неживыми предметами. Например, потому что вот это меня сбивает столько неживыми. На самом деле, ну, это может быть любое, так скажем, неживой предмет, камень, к примеру, кирпич. С камнем можно взаимодействовать, да? Да, с камнем можно взаимодействовать. Мне пока не хотелось на эту тему говорить. Но, поверьте мне, мы сейчас как раз этим вот рядом в нашей лаборатории занимаемся, и занимаются этим и студенты, и эсперанты, и магистранты. У меня был такой еще вопрос относительно среды. То есть, вот что я для себя выстраиваю. То есть, в 20-е годы Александр Гурвич как раз открывает излучение физического объекта. И это зафиксировано, это никто не отрицает. Что это как бы... Метогенетические лучи. Да, 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 да. То есть, абсолютно научный факт. Хотя при этом почему-то аура вынесена в как бы февдонауку. Хотя вот она с 20-го года зафиксирована, да, имеет свой спектр. Но это еще не все. Самое-то интересное было для меня, что я прочитал, что в 72-м году казначеев, Шурин, Михайлова патентуют то, что вот эти вот колебательные процессы в биологии... У них был такой интересный момент. Они стенкой отделяли клетки и устанавливали взаимодействие между ними. И получается, что эти клетки не просто излучают, они переносят информацию. И вот это уже не то ли самое, о чем мы говорим, когда мы говорим о взаимодействии между двумя объектами. Потому что есть Симон Эльвич Ноль, человек, который занимался колебательными процессами биологии. Он же говорит, что все белки синхронно сжимаются, разжимаются. Вот скажите, я думаю хотя бы в ту сторону. Да, конечно, конечно. Мы тоже как бы известны эти эксперименты Казначеева, Трофимова, Михайлова и так далее. У них достаточно много экспериментов. Какие-то получили одобрения и даже патенты какие-то до сих пор распариваются. Но на самом деле трудно спорить с тем, что биологический объект, а имеется в виду человек, заканчивается кожей. Так. Поэтому у нас принято судить, что психика – это есть содержание головы человека. А на самом деле психика не есть содержание головы человека. Потому что психический образ – это такое образование, когда мы можем легко перемещаться в пространстве. Раз. Мы можем не только перемещаться в пространстве, но и во времени. Два. Другой вопрос. До настоящего времени все это считается некой фантазией человека. Ну потому что повторяемости, как вы говорите, нет. Не было. А, хорошо. Сейчас она уже есть. И вот здесь, вот здесь, мы можем поставить, и вы поставили перед собой вопрос. Вот это перемещение – это плод того же нашего воображения? Или это перемещение, ну допустим, вы представляете, легко можете представить себе, что вы находитесь в своей квартире? Абсолютно так. Легко. Я попробовал даже так. При этом, это только ваши воспоминания, то есть вы неоднократно… Мозговая деятельность, которая лежит так. Либо, либо это не только воспоминания, но и возможность увидеть, увидеть в кавычках, что происходит у вас в квартире. Образно увидеть. И потом получить эту информацию, ее расшифровать и сделать какие-то определенные выводы. Так вот, вот это допущение точно так же, как то, что вы находитесь в этой квартире, вернее, представляете себе эту квартиру. Можно ли зафиксировать какие-то физическим путем изменения в пространстве этой квартиры? Я хотел спросить. Я утверждаю, можно. Можно. Весь смысл заключается в том, что то, о чем я говорю, будет рассматриваться, ну, наверное, некоторыми людьми, кто посмотрит… Скажите, а чем это фиксируется? Подождите. Чем? Мы с вами говорим о таких вещах, о которых вы не слышали, не видели и не услышите. Поэтому может фиксироваться с помощью специальной аппаратуры. Вот этим мы сейчас занимаемся. У меня тогда еще есть такие два вопроса неожиданные. Потому что, когда я слушал лекции Симона Эльича Шноля, о вот этих колебательных, то он очень много внимания обращал на их взаимодействие с Солнцем, с полярной звездой в частности. И тут я у Вернадского читаю про Солнце. У меня вопрос. То есть, если вот мы берем, да, это Солнце, полярная звезда, то есть, зависит ли способность, например, от даты рождения? Или по годам какая-то есть статистика? Ну, я только лекции читал студентам по такой дисциплине, которая называется и преподается здесь у нас, психобиоритмология. И которая как раз и посвящена колебательным процессам, которые происходят в организме человека. Причем это одно, или, как я говорил, одна из баек, которые сразу внушают студентов, что все мы космонавты. Но это делается не только для того, чтобы расширить их кругозор и понимание, что мы действительно летим на планете Земля в космосе. Это то, о чем, собственно, говорил Вернадский. Бессловно, это так. Бессловно, это так. Более того, космические процессы по отношению к жизни человека являются фактически постоянной константой. Они, конечно, динамичны, но при соизмеримости масштабов. Благодаря этому у нас есть возможность, соотнося дату рождения человека и определенное соотношение планет и состояний космических больших тел с тем, какие будут особенности у человека, как у него будет работать фактически космическая программа. Но почему я в голове это связываю? Что если клетки и белок излучают, если объекты излучают космические, то эти излучения все равно взаимодействуют. У меня логика очень простая. Собственно говоря, на самом деле, мы же сделали, кроме того, так скажем, открытие, которое еще не опубликовано, то открытие, которое опубликовано. Мы начали изучать не человек по отдельности, а диаду. Индуктор и реципиент, их можно изучать не путем только обычной статистики. Допустим, игральные карты или кости, или генератор случайных... У Леонида Васильева тоже как раз они все описаны. Это все есть, этим занимаются и так далее. Но при этом это все-таки процесс да нет. То есть вероятность такая-то, вероятность такая-то. А мы рассматриваем взаимодействие как динамический процесс. Поэтому была разработана специальная модель, в которых участвуют два человека. При этом один из них, реципиент, он находится на специальной платформе. Это так называемый стабилограф, который фиксирует колебания позы человека. Мельчайшие колебания позы человека. У нас мы все колеблемся. Задачей индуктора является отклонить эту позу влево, вправо. Фактически мы впервые оцениваем эффект воздействия, но во времени. Не так, что да-нет. Угадал, не угадал. Понимаете? А это временной процесс. Это быстро происходит, но все равно во времени. Вот мы оцениваем этот момент. Но мы не просто это оцениваем. Мы измеряем синхронно электрофизиологические параметры, в том числе и мозговые рейтмы индуктора. То есть тот, кто излучает, и тот, кто эту информацию принимает. Вот такой вот наворот нам позволяет. А. Не просто сказать эксперимент не получился. Факир был пьян, и фокус не удался. Нет, это позволяет нам посмотреть, а почему он не получился. Что произошло? Или почему получается? Что лежит в основе? Насколько и что нужно в своем организме завести для того, чтобы это произошло? Такая модель нами используется, и она интересна тем, что оказывается, неважно, это комната-комната или расстояние между индуктором и рецепиентом 12 тысяч километров. И такой эксперимент тоже был? Да, и такие эксперименты были из Тибета, из Венесуэлы на Москву и из Перу на Москву. Было три серии экспериментов, очень дальних. Где-то от 8, ну 7,5 тысяч до 12 тысяч километров. Я сейчас один вопрос задам, на который я слушаю вас. А это еще одно свойство образа. Потому что для образа нет преград. Есть такой момент, и он же у Леонида Васильева, когда они начинали это разрабатывать, он приводил в пример насекомых. Когда самка привлекает самцов с расстояния, где никакие молекулы с запахом связанной быть не могут, более того, любая волна затухает, а, соответственно, это не волновая природа, но он же открытым оставил вопрос, то есть, а что это такое? А у меня вот такой вопрос возник. Вы перечислили Венесуэлу, Перу, Тибет. Это же точки, как бы, скажем так, цивилизационные точки. Я бы их так определил. Это связано с географией каким-то образом? Связано. Ну, первое, это связано с тем, что большое расстояние, а нам уже очень хотелось измерить сигнал. Потому что как раз, если он не затухает, то у него природа совершенно другая. Это интересный вид. Это первое. А второе, мы называем, так скажем, геофизически активными зоны, именно вот эти зоны. Ну, Тибет описан нашими философами, нарисован необычным образом художниками, я их имею в виду, и так далее, Блаватскую, другими исследователями. Ну, мы скромно говорим, что это геофизически активная зона. Они есть и у нас в России, на нашей территории. Одна из таких зон – это Алтай. Вот, известных. Венесуэла – это гора Рарайма, там, где берет начало такая река, как Иринока. Причем, начало она берет, и река крупная, сопоставимая с Волгой, из пара. Обычно реки… Ну, из ключей, да, собираются. Да, собираются либо из подземных ключей, либо из ледников втайне. Вот, собственно говоря. А там начало, вот, благодаря парообразованию, почему-то над этим местом постоянно висят облака и количество дождей над этой горой. В общем, чрезвычайно много. Я правильно понимаю, что передача все-таки она из определенных точек наиболее, как бы… Вот мы эту гипротезу хотели проверить, и потом, поразмыслив, пришли к одному выводу, очень интересному, совместив известные данные о том, как ведет человек себя в условиях высокогорья или среднегорья. Это влияние гипоксии, которая влияет прежде всего на левое полушарие головного мозга. А гипоксия я… Это отсутствие кислорода. Я просто хотел утвердить, что я правильно думаю. И именно она приводит к тому, что первым начинает сыпаться левое полушарие, а правое активируется. И именно это, наверное, и объясняет, что в этих местах всегда очень много… Мысококонных. Да, много медитирующих людей. Мы проверили эту гипотезу и передавали информацию из барокамеры, то есть, изолированного в электромагнитном плане помещения в Институте авиационной медицины сначала и увидели, что да, действительно, гипоксия очень, так скажем, серьезно влияет и угнетает левое полушарие. Более того, вообще-то это достаточно хорошо известный факт, когда начали летать на воздушных шарах и изучать влияние гипоксии на организм человека придумали такую пробу письма, потому что на высоте более 3 тысяч, там, 3-500 у человека развивается фаза такой дурашливости. Более того, у него изменяется почерк, первое, что летит. Поэтому вот эти первые воздухоплаватели, исследователи придумали пробу письма. и она, в общем-то, опубликована в целом ряде изданий по авиационной медицине. Это проба письма. Так а в чем она там? А у человека какие-то стандартные фразы и просят его их написать. Он теряет способность? Да, он постепенно теряет четкость письма, и это видно по высоте, как он продвигается. Я просто не читал о таком. Речь, речь, она как раз и является тесно связанной с письмой. И, в общем-то, такой является достаточно отработанной функцией, но в то же время первой, которая начинает рассыпаться. А речь это левая полушария. Так я хотел сказать, мы опять, значит, идем к сигнальным системам. Как бы вторая отключается, почему включается первая, заменяет ее? В какой-то степени, конечно. В какой-то степени, да. Вот мы должны здесь быть корректными. Почему? Потому что зритель, он или читатель скажет, вот тут туда-сюда все так просто. Не все так просто. Мы понимаем с вами, что идет сложное взаимодействие, но мы прави говорить о том, что происходит. Из всей нашей группы, а на Тибет вместе с обслуживающим там персоналом у нас была целая экспедиция, в которой участвовал и профессор Коротков, это человек, который занимается электроструктурографией, то есть занимается изучением ауры человека, участвовали другие исследователи, там, Анатолий Александрович Поспелов, и целый ряд других людей. это порядка десяти человек. И мы всю группу, несмотря на то, что кто-то был индуктором, кто-то исследователем, проводили через тестирование. В том числе измеряли асимметрию мозга. И увидели, что вне зависимости от генотипических особенностей асимметрии, то есть кем он был на Земле, левым, правым, все переходили на правое полушарие. С подъемом. С подъемом. И это и объясняет то, что в том же Тибете многие сейчас это стало модным, сообщение хорошее, самолеты летают, и все туда ездят медитировать, там, наступает просветление и так далее. Скажите, а гравитация какую-то роль может играть? Я вот сейчас размышляю, то есть мы поднимаемся над Землей. Может, конечно. А как это происходит тогда? Ну, на самом деле для достаточно серьезных изменений гравитации все-таки подъем незначительный. но тем не менее, я думаю, что... Тем не менее, конечно, перепады есть определенные и так далее. Этот вопрос мы не изучали, но, наверное, в нем что-то есть. Во всяком случае, тут мы еще к одной фантастической вещи перейдем. Это уже вопрос связан с то, чем мы понимаем под душой. Что это за субстанция? Есть такие работы, что душу взвешивали. Ну, и уже оспорили. Я, честно говоря, видел вполне изменяемого человека, который сказал, что это погрешность того-сего, научно обосновал, что это нельзя применять как... И пока такой методики, и во всяком случае та методика, которая использовалась для этого, она просто перераспределение жидкости в организм. Вот точно, точно, да-да-да. Поэтому об этом говорить нельзя, но люди, которые занимаются особыми состояниями сознания, состоянием аутогенного погружения при аутогенной тренировке или состоянием гипнотического погружения. Очень часто испытывают ощущения подобные, которые испытывали люди, когда им давали наркоз. Это книга Моуди и так далее, жизнь после смерти, где даются описательные характеристики тех людей, которым ну или клиническую смерть пережили. И там очень часто идут описания, другие я не беру описания, что человек как бы наблюдает за своим телом со стороны. Те же самые эффекты и любой человек, кто действительно практикует и занимается аутогенной тренировкой, медитацией, вам скажут о том, что такое явление очень часто человек наблюдает. Не всегда, но бывает. Экспериментально можно фиксировать? Экспериментально пока нельзя, потому что это весьма сложно. Но есть в той же стабилоплатформе фиксируется отклонение по иксу, по игреку и по параметру зет. Вес человека, я вот не очень подозреваю. Вес меняется. Вес, да. какие-то колебания, это мини-колебания. Насчет корректности, конечно, здесь нужны специальные физические как бы устройства и все это мерить. Ну и, наверное, вакуум. Ну, как человека вакуум посадить. Хотя, если бы было желание, можно было сделать. Скажите, у меня последний вопрос. Я крайне вам благодарен, что на самом деле вы помогли открыть вот это бессилие науки перед таинством Бермуд, потому что я ведь понимаю, что у нас абсолютно как бы вменяемый разговор, не отклоняющийся от научной сферы. У нас телевизор умудрился все темы вытоптать и опошлить до такой степени, что их серьезно перестали воспринимать. Я согласен. Да, то есть они ради потехи вот этой, то есть ради того, чтобы это просто ее опошлили в результате. И я признателен за то, что мы смогли каким-то образом я вот на этом как бы как подведение разговора использовал. Ну, безусловно, учитывая то, что я нахожусь в солидном учреждении на факультете психологии, а об этом многие, особенно зрители, кто не являются психологами, забывают, что психология, собственно говоря, это наука о душе. Да, хотя ее загнали в рациональную сферу, и там статистику мерить стали, это и есть такой факт. Это действительно факт, и, к сожалению, это не только применительно к психологии, а в целом в нашей жизни очень много стало рационального и очень мало душевного. Это мешает во многих сферах, а особенно в сферах подготовки специалистов, которые занимаются человеком. Я имею в виду прежде всего врачей, и психологом. Настолько привыкли, казалось, это хорошо, что у нас есть объективные методы оценки функционального состояния человека. Я ведь не против прогресса, но я против того, что молодой врач не смотрит, не старается понять душу другого человека. Он не отрывает взгляда от бумаги, делая запись в карточке и потом выписывая вам где-то 10 препаратов в среднем, забывает о вас, как только вы закрыли дверь. я утрирую, но это есть и это существует. Хотелось бы, чтобы в этих сферах все-таки понимали, что душа есть. Эти качества, я считаю, необходимо воспитывать в студентах, которые приобретают специальности психолога и врача. Более того, я хотел бы напомнить, если кто-то будет смотреть из студентов, что Великий Боткин не был экстрасенсом и таковым себя не считал. Но чтобы показать, что есть такое чувство и ощущение и как его можно натренировать, он через стену на спор диагностировал пневмонию стоящего за стеной пациента. Он просто использовал возможности одного человека в плане проникновения в другого. А теперь, когда мы поняли, что есть некое взаимодействие между людьми, даже удаленным большим расстоянием, то если мы думаем о ком-то и с хорошими намерениями, то, поверьте мне, мы оказываем положительное влияние на того человека, о котором думаем. Вот если бы этому и в профессиональном плане, и в человеческом плане уделяли больше внимания и говорили об этом, то я думаю, было бы здорово. Ну и с другой стороны, не надо бояться экстрасенсов, колдунов. Ну, во-первых, мы понимаем, что их 95% можно как бы не бояться, в принципе. но рукой тоже не надо махать, надо быть здоровыми, уверенными в себе, и все будет в порядке. Я вот, когда вы сказали, я понимаю, что мы заканчиваем, 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 то есть, я подумал еще об одной вещи, когда вы говорите, что давайте, что необходимо думать друг о друге положительно, тут же есть целый большой пласт. Я думаю, что далеко не просто так. Слова прощания и прощения, они как бы из одного корня выходят, потому что, когда вы расходитесь, как бы, да, мнение, оно все-таки должно быть положительным, или вы с этой нагрузкой, с плохой как бы остаетесь. Я просто сейчас о совпадении слов подумал. Вячеслав Михайлович, еще раз огромное спасибо. Вам спасибо, что смотрели. Думайте друг о друге хорошо. Всего доброго.